Исследование запахов следов человека входит в перечень видов судебных экспертиз и носит название альфакторной экспертизы. Данный метод анализа считается одним из самых точных и надежных. Альфакторная экспертиза проводится уже более 40 лет, но по-прежнему считается довольно редкой. Ее развитие началось в середине 60-х годов 20 века и связано с именем выдающегося советского криминалиста Абрама Винберга, который в 1965 году ввел понятие криминалистическая дырология и предложил способ консервации запахов, заключающийся в их собирании на месте преступления и хранении. Дело в том, что о таких следах говорили очень давно. Достаточно вспомнить собака, след работы собаки по следу. Это ведь тоже след запаха. Другой вопрос, что в 20 веке, в 21 веке эти возможности стали гораздо шире. То есть речь идет уже о том, что эти следы можно обнаруживать, можно фиксировать, изумать и использовать доказывания. Основными объектами, носителями альфакторных следов человека являются волосы, следы крови, сухие пятна, ношная одежда, обувь и различные предметы. Для их обнаружения и сбора используются специально подготовленные собаки и наборы внешне однообразных альфакторных объектов, позволяющие по реакциям биодетекторов выявить в исследуемых пробах запах. Важно учитывать, что субъектом исследования является не собака-детектор, а специалист. Животные служат инструментом в руках экспертов. Я же вспоминаю студентов, что их больше всего забавляют, и на лекциях это своеобразная такая передышка. Это когда показываешь биодетекторы, это собаки, которые используются для решения задач как раз идентификации по следу запаха. Есть, естественно, техническая составляющая, есть программно-аппаратные средства, детекторы, сенсоры, которые в этой области создаются, используются, но до сих пор биодетектор в виде друга человека, собаки используется. Но самая реакция студентов интересная, когда они видят, какие миниатюрные собаки могут использоваться для решения этой задачи. Ну, а так, это дрессура, это процедура для собаки, процедура, которая юридически продумана, юридически выверена, чтобы снизить вероятность ошибки. Ведь собаку, как в отличие от другого эксперта человека, допросить нельзя. И как она сработала, почему она сработала, здесь просто-напросто включается знание теории вероятности, как можно минимизировать риски ошибки. Альфакторная экспертиза включает в себя несколько этапов. Вначале над сухим предметом, носителем запаха, один-два раза распыляют воду, так как легкое увлажнение способствует выделению пахучих средств. Затем предмет в местах предполагаемого нахождения альфакторного следа обертывают лоскутом байки, а поверх нее фольгой в два слоя, которую тщательно обжимают для обеспечения плотного контакта ткани с предметом не менее чем на один час. Следующий этап – упаковка в чистые стеклянные банки и передача их в лабораторию. Извлечение пахучих веществ со следов крови и предметов, предположительно принадлежащих преступнику и изъятых при производстве следственных действий, происходит непосредственно в лаборатории. Даже из тех предметов, которые казались бы, ну уже очень давно, уже в помещениях для вещдоков хранятся очень давно, но если они хранились правильно, можно выделить. И было несколько резонансных дел, раскрытия, убийства, по тому, что вот осталось в вещдоке, выделялся запах, и этот запах потом использовался для идентификации тех, кто попал в круг подозреваемых, и задача решалась успешно. То есть преступления раскрывались и 20 лет, и 15 лет. И это было очень неожиданно для тех, кто совершает преступление, потому что они считали, что они сделали все для того, чтобы исключить риски установления. Это как раз касалось и отпечатков пальцев. Сейчас, по-моему, любой школьник знает, что нужно использовать для того, чтобы удалить отпечатки пальцев, если вдруг даже они где-то остались. Знали и о генетической экспертизе, молекулярно-генетических исследований, ДНК-профиль, что можно сделать, чтобы, опять же, минимизировать риски оставления. А вот выяснилось, что альфакторная составляющая криминалистики работала на благо правосудия, и это было для них неожиданно. С внедрением новых методов альфакторной экспертизы появились новые возможности расследования дел прошлых лет. Если исследование ДНК с течением времени становится невозможным из-за деградации клеточных ядер и хромосон, то запаховые следы сохраняются намного дольше, и их анализ позволяет решать идентификационные задачи спустя много лет. Кристина Отекина, Николай Суховский, Универновости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова